Добрый вечер! В эфире «Вести Карачаева Черкесия» в студии Руслан Жукаев. Обеспечить динамичное развитие спортивной инфраструктуры в регионе – это та задача, которую ставит перед регионами президент России. К 80-летию снятия блокады Ленинграда в Карачаевске прошел региональный этап всероссийской акции «Блокадный хлеб». Городская молодежь вспомнила события, которые пришлось пережить ленинградцам в страшные 872 дня, когда они были изолированы в собственном городе и обречены на голодную смерть. Участники акции, студенты колледжа МАКСУ и волонтеры основательно подготовились к мероприятию. Мадина Каракетова продолжит тему. Блокадный хлеб из макеон был, из наших бед. Элина Гумба так читает стихотворение «Блокадный хлеб» Лидии Хемельянина, бывшей ребенком во время блокады Ленинграда и прошедшей через все ужасы и лишения, что прохожие останавливаются и слушают завороженно. А Элина рассказывает, что даже этот кусочек голодающие люди не получали по несколько дней. Голос девочки переносит собравшихся в тот самый вымирающий город. В мечты ленинградцев хотя бы разное естся досыта. В квартиры, где погибают от голода дети. Организовывая участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб» администрации Карачаевска, преследовала очень важную цель – не дать забыть историю своей страны, рассказывает начальник отдела туризма и молодежной политики Елена Салпогарова. Акция приурочена к тому, чтобы молодое поколение не забывало историю своего народа. Ну и, конечно же, чтобы они помнили героические и трагические страницы Великой Отечественной войны. Участники акции – студенты колледжа МАКСУ, волонтеры и городская молодежь – основательно подготовились к мероприятию. Решили провести его прямо на улице в центре города, а не в стенах учебного заведения или одного из актовых залов. Дети рассказывали сверстникам, которых пригласили принять участие в акции, просто прохожим привлеченным происходящим действам о событиях, происходивших в те 872 дня, что продолжалась блокада Ленинграда. Старались в стихах и рассказах передать весь ужас умирающего от голода города. Самым голодным в блокадах Ленинграде был период с середины ноября до середины декабря 1941 года, когда запасы продовольствия были на исходе, а все пути поставок были заблокированы. Солдатам, сражавшимся на передовой, тогда стали выдавать по 500 граммов хлеба, труженикам по 250, а остальному народу, в том числе и детям, и того меньше. 125 граммов – такова была норма, выдаваемая людям хлеба в дни блокады Ленинграда. Сегодня многие из нас весьма пренебрежительно относятся ко вчерашнему хлебу, без сожаления выбрасывая его в помойное ведро. И, конечно, без охоты мы покупаем вчерашний хлеб в магазинах. А в дни блокады Ленинграда. От 125 граммов черного хлеба, изготовленного из муки самого низкого качества, зависела человеческая жизнь. Вот такой вот кусочек хлеба голодные люди растягивали на целые сутки. И сегодня кусочек черного хлеба в 125 граммов стал одним из символов блокадного Ленинграда. Участники акции раздали горожанам символ блокадного Ленинграда – кусочки черного хлеба весом 125 граммов, вложенные в упаковки, имитирующие продовольственную карточку. Это очень растрогово жители Карачаевска Хусея Джирикова. Эта продовольственная карточка и хлеб, по которым получали для ленинградцев, наверное, имела значение больше, чем любая другая драгоценность или другое благо для самого человека, для выживания человека. А условия, в которые были поставлены ленинградцы, в период блокады, были действительно нечеловеческие. Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944, ровно 872 дня. За это время на город было заброшено более 107 зажигательных и фугасных бомб, 150 тысяч артиллерийских снарядов. Погибли, по разным данным, от 600 тысяч до полутора миллионов людей. Мадина Каракетова, Ренат Муков, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск. Во Дворце культуры Черкеска торжественно открыли месячник спортивной и оборонно-массовой работы. В рамках ДЕКАД пройдут мероприятия, направленные на военно-патриотическое культурно-спортивное оздоровительное воспитание учащихся. Далее расскажет Дарья Тендит. Во Дворце культуры собрались почетные гости, учащиеся и преподаватели школ города. Спортивный оборонно-массовый месячник, который продлится до 23 февраля, охватят важные исторические даты страны. Проводимое мероприятие направлено на формирование гражданско-патриотических ценностей у молодого поколения. Мы должны помнить и чтить героев и их подвиги, отметила Сусана Калмыкова. Кто защищал нашу Родину во время Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, в Чечне, кто мужественно защищает наши рубежи в ходе специальной военной операции. И надеюсь, мои дорогие друзья, наши школьники, что вы станете таким же достойными защитниками нашего Отечества. В ходе мероприятия один за одним сменялись концертные номера воспитанников Центра военно-патриотического воспитания молодежи и ДДТ имени Гагарина. Были представлены вокально-хореографические композиции, флешмобы, продемонстрированы навыки военно-прикладного и боевого искусства. В течение месяца в школах города будут проводиться тематические соревнования, где выявят самых сильных. Я хочу, чтобы вы, как ваши деды, прадеды, были достойными их подвигов, чтобы вы были лучшими. И пусть, конечно же, в этом месяце победит сильнейший. История нашей Родины свидетельствует о том, что во все времена патриотизм, сплоченность и любовь к Родине помогали народу преодолевать трудности и невзгоды, собравшиеся почти ли память бойцов, мужественно сражавшихся за Родину. Основная задача проведения месячника – сохранение памяти о воинской доблести и героизме бойцов, тех, кто отдал свою жизнь и тех, кто продолжает защищать нашу страну на СВО. На примерах их подвига воспитывают подрастающее поколение. Под руководством нашего замечательного преподавательского состава системы образования города Черкесска, под руководством ветеранских организаций, военного комиссариата мы совершим, простите за слово, небольшое волшебство. В один месяц мы соединим прошлое, это наших великих предков, настоящее и будущее. Месячник спортивной и обороны массовой работы проводится ежегодно в целях военно-патриотического воспитания молодежи, развития культуры и спорта, укрепления здоровья школьников. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии облачно с прояснениями, местами снег, ветер южный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 2, минус 7, в горах до 12 градусов мороза, а днём минус 2, плюс 3, местами до минус 7. На дорогах гололедица. В Черкесии облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 4, минус 6, днём до плюс 3, и на дорогах гололедица. В Республиканской библиотеке имени Халимат Байрамуковой прошёл творческий вечер «Литература и зодчество», посвящённый 75-летию члена Союза писателей России, почётного архитектора Султана Айбазова. В мероприятии приняли участие представители общественности Республики, творческой интеллигенции, друзья и учащиеся образовательных учреждений. Подробнее расскажет Алихан Лепшуков. Талантливый человек талантлив во всём. Именно так можно отобразить яркую творческую жизнь члена Союза писателей России, почётного архитектора России Султана Айбазова. Открывая творческий вечер, директор Республиканской библиотеки Салых Хабчаев подробнее рассказал про архитектурную деятельность и о литературных произведениях. Он подчеркнул, что Султаном Юсуфовичем был внесён огромный вклад в развитие градостроительства Республики и страны, а также культуру и искусство. Сегодня мы в такой день отмечаем отношения Айбазова, Султана Юсуфовича, человека, которого знают в Карачаево-Черческой республике, как известного общественного деятеля, как писателя, как архитектора. У него очень много рекалий, о чём сегодня будет много сказано здесь опять. После был продемонстрирован видеоролик «Литература и зодчество», где был отражён весь жизненный путь Султана Айбазова. Важно отметить, что в 2006 году, в 14-м фестивале зодчества в Москве, он как автор проекта «Памятник жертвам депортации карачаевского народа» получил золотой диплом. И по этому же проекту он был номинирован на международную премию принца Агахана в области архитектуры. Собравшись, отмечали его неутомимую энергию и особый писательский талант. В ушедшем году вышла его книга «Чёрный всадник», посвящённая депортации карачаевского народа. Айбазов Султан Юсуфович выпустил, написал очень нужную, хорошую книгу. Наш народ многострадальный, который перенёс все тяготы переселения, он обо всём этом чётко и ясно описал в этой книге. Наша молодёжь, наше будущее поколение, они узнают, откуда мы пошли и далее, через какие тяготы прошёл наш народ, они только узнают по этим книгам. В свою очередь, виновник торжества выразил благодарность всем собравшимся за поздравления и высокую оценку его деятельности. Я всегда в литературе, в своих луписях, в книге изданных пытаюсь показать, раскрыть психологию человека. Как это у него получается и при каких обстоятельствах человек как реагирует в принципе. Поэтому то, что потом выходит в срочках книги, определённые сюжеты, они получаются так, что они выходят одно из другого. В книге «Чёрный всадник» по-карачаевски именно драматизм, психологизм занимает очень большое место. Во всех рассказах, которые находятся и в поиске, здесь чётко идёт понятие, кто такой человек и каким он должен быть. В завершении творческого вечера каждый желающий мог ознакомиться с выставками «Моё призвание дарить красоту» и литература из отчества, отражающие творчество султана Ибазова. Алихан Лепшоков, Ахмад Чучаев, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Вальс, полонез и задорная полька. Во Дворце культуры города Черкеска состоялся первый в республике студенческий бал в стиле 19 века. И прошёл он по традиции в Татьянин день. Романтичные девушки и парни окунулись в праздничную атмосферу другой эпохи. А вместе с ними и наш корреспондент Альбина Ламкова. Нет, это не исторический фильм. Это молодёжь нашей республики, попавшая в мир элегантности и аристократии. По условиям проведения мероприятия девушки были в вечерних платьях, кавалеры в костюмах. Молодёжь полна радости, беззаботности и искреннего веселья. Поводов для таких эмоций, конечно, много. И один из них – бал. Нравятся балы из-за грации, воспитания на балах и наряды. Что будем танцевать? Баланьезу, вальс, польку. Честно, больше нравится вальс. Вообще идея хорошая. Всё-таки в этом веке было всё красиво, много роскоши. Никто из присутствующих на балу не был профессионалом. Но танцевали все красиво, с радостью и удовольствием. Мероприятию предшествовали репетиции, на которых ребята освоили главные танцевальные движения. К подготовке праздника они подошли очень ответственно. Специально к этому дню девушки подбирали платья, украшения и соответствующие прически к ним. Очень нравится эта атмосфера вся бальная, когда парни, именно кавалеры. Всё это грациозно и очень красиво происходит. Более такая уютная, более спокойная атмосфера, нежели выйти в город. Там все на машинах каких-то, там включают громкую музыку. А тут мелодичная музыка, которая прям бальзам на уши. Это очень интересный опыт, за что мы хотим сказать спасибо. Нравится атмосфера. То есть люди проводили очень много времени вместе и всё-таки старались весело его проводить. Не то, что сейчас. Гости смогли погрузиться в атмосферу другой эпохи и узнали историю проведения светских баллов. Обращают внимание молодёжи на культуру нашей страны. Этикет. Сегодня вы студенты, а завтра вы уже профессионалы. И каждый из вас внесёт достаточный вклад для развития и процветания нашей любимой республики и великой страны. Сегодня на балу такие красивые молодые люди собрались. У нас зрителей просто захватывает дух. Инна Кравченко пожелала ребятам успеха в учёбе. Неисчерпаемой энергии и веры в свои силы, чтобы реализовать самые смелые и амбициозные планы. На праздники вручили благодарственные письма Ассоциации директоров учреждений среднепрофессионального образования. Были отмечены участники студенческого бала. Эмоции самые яркие. Основной задачей нашей было погрузить детей в историческое прошлое нашей страны. Показать им богатство нашей истории. Есть чем гордиться. Атмосферу настоящего бального вечера создавала живая классическая музыка в исполнении оркестра филармонии Карачаева-Черкесии. Ещё в памяти участников студенческого бала останутся не только эмоции, но и фотографии. Действительно, в зале царила атмосфера 19 века. Радовали взгляд, красивые платья девчонок и элегантные костюмы мальчишек. Музыка, галантные манеры дали ощущение, в частности, к золотому веку. Время Пушкина, Достоевского, Чехова, Грибоедова, Бога и многих других достойных литераторов. Альвина Ламкова, Алий Бастанов. Вести Карачаева-Черкесия. Это вся Вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите премьеру фильма «Адесса». Всего доброго и хороших выходных. Субтитры создавал DimaTorzok